В настоящее время процент выездных проверок стремительно сокращается. На сегодняшний день в эти проверки попадают меньше 1% налогоплательщиков. Как правило, это те налогоплательщики, в отношении которых у налоговой службы есть некие подозрения. Или, по нашим сведениям, они могут применять схемы ухода от налогов, либо снижения налогового времени. Если мы анализируем расценки 45-минутного концерта, порядка 50 тысяч евро, что ли, в 2010 году он заработал 2 миллиона. Короче, получается, что он делал один концерт в год. Ну и потом, чтобы вы понимали, там особняк за миллион евро. Когда появляются такие подозрения, мы идем на проверку. Это в нашей культуре, это так странно, когда газетом все-таки являют налоговое требование. Они такие же граждане, мне кажется, если они вот такие властители дум и гордость нации, наверное, они должны вести себя так, чтобы с них брали пример. Я бы вообще вот этот случай рассматривала как сигнал всему шоу-бизнесу, что пора переходить, наверное, в другую более цивилизованную форму работы. Там довольно небольшой процент. Заплатите, вы жили спокойно. Бедного Диму за этого просто заклевали. Парень реально ничего не нарушил. Это не было обыском, это был осмотр. Они пришли, удостоверились просто о том, что действительно офис существует, что это все, что Дима встречается с людьми. Были с милицией, чтобы милиция снимала на камеру, чтобы не было потом никаких эксцессов. Не знаю, от кого пошла информация, что выявлено несоответствие доходов. Потому что это может быть указано исключительно в акте выездной налоговой проверки. Акта на сегодняшний момент нет. И у меня данных таких нет. Никаких подобных заявлений нам налоговая инспекция не делала по поводу того, что Дима что-то где-то утаил. Естественно, девятый год был абсолютно провальным. Индивидуальный предприниматель Дима Билан заработал 2 миллиона рублей. Не Дима Билан виноват в мировом кризисе. И никто не заказывает каких-то больших концертов во время мирового кризиса. У Димы был трехгодичный контракт с юридическим лицом. И юридическое лицо фактически отышляло всю концертную деятельность. Условия контракта – это, простите, коммерческая тайна. А за девятый год более 16 миллионов. И только налог составил более миллиона рублей. Дима не покупал дома. У Димы нет дома. Он помогает купить своим родителям. Не особняк – ключевое слово. Дом. Не достроенный. Ни отделки, ни коммуникации. Там ничего нет. Причем за один миллион рублей. Единственная недвижимость, которой владеет Дима – это квартира, которая куплена еще тысячу лет назад.